Шарпионы, приветствую вас, меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале и для вас я снимаю ваш торопрогноз на последующую неделю, в период с 9 по 15 августа 2021 года. В работе у нас сегодня две колоды, основная это торо нового мира от Линды Гизе и вспомогательная это Оракул Ленорман Айрис Сакра. Традиционно для вас я буду смотреть позитив недели, негатив недели, совет от карт, и на Ленорман мы с вами посмотрим и проанализируем неожиданность данного периода. Подумайте пожалуйста о тех ситуациях, которые возможно вас беспокоят, не дают вам спать, либо когда вы не можете принять верное решение, ментально отправьте запрос, чтобы карты дали ответ на то, что вас волнует. И давайте смотреть позитив недели, негатив недели и совет от карт, что у вас здесь по ситуации. Так, смотрите, шестерка пентаклей, десятка кубков и пятерка пентаклей. Что здесь по этим арканам? Это как, во-первых, необходимость помощи вашим родственникам, вашей семье для реализации каких-то целей, задач, потому что здесь ваши близкие могут оказываться в каких-то кризисных ситуациях, когда нужна помощь финансовая, либо моральная, то есть какая-то поддержка, и вам это будет в радость, а не в тягость. И здесь траты связаны на семью, на радость, на удовольствие, но это изрядно потрусит ваши карманы, это могу сказать однозначно, потому что здесь потратить все. Плюс по восьмерке пентаклей вы понимаете, что все эти усилия, которые вы прикладывали для заработка, для работы, для реализации, это знаете, как спустить за неделю. Но, тем не менее, как показывают арканы, все-таки эти траты для вас будут правильным выбором, а это указывает одну колоду, арканы влюбленные, и вместе с тем вам это принесет много радости, удовольствия, эмоциональной подпитки. Я сейчас даже уточню пятерку пентаклей. Вы видите, здесь подвойки жезлов. Это быть или не быть? Вот в чем вопрос, тратить или не тратить. Об этом вам говорят карты. Но давайте теперь анализировать поэтапно. Итак, если данные арканы смотреть с точки зрения личной жизни, и вы на текущий момент свободны, то здесь в большей степени я вижу стремление ваших близких вас выдать замуж, либо женить на ком-то, но вы от этого будете всячески отнекиваться, отмахиваться, хотя ваши близкие будут пытаться вас здесь с кем-то знакомить, сводить. Ну, знаете, как устраивать случайные встречи, назовем это так. Но здесь подвойки жезлов я вижу, что вам оно особо не надо, и вы от этого закрываетесь, потому что, ну как, нет искры, нет страсти, нет тяги, вы к этому не стремитесь. Если же у вас вопрос любовных треугольников, то есть нестабильных связей, то здесь, как показывают эти карты, в первую очередь здесь будет акцент на том, что если, например, у человека, у вашего, например, любовника, если меня на стороне, вы будете требовать отдачи. То есть если человек не сможет вам уделять время, потому что, видите, пятерка Пентакли, вы здесь без ресурсов, то мало вам уделяют времени, любви, ласки, заботы, и вы будете просить как обеспечение, то есть какие-то подарки, возможности, то здесь вам будут идти как бы на поводу у вас, и будут вас здесь одаривать, потому что действительно вот как быть вне ресурса. Если же наоборот вы замужем, а ваш, допустим, там партнер свободен и будет нуждаться в эмоциях, любви и ласки, то это, знаете, как отрывать эти эмоции от семьи, потому что по девятке Пентакли, ну это в первую очередь окупать, потому что это карта райского сада, когда вы человеку должны создать комфортную обстановку для того, чтобы он находился с вами в союзе. И видите, тем более у вас здесь девятка мечей, переживания и страхи, остаться одной, быть брошенной, либо потерять нужно вам партнера. И как следствие здесь и желание как хранить это все в тайне. Ну и помимо всего прочего, это, знаете, как сохранить себе как запасной вариант в этом союзе, в этих отношениях. Потому что, как показывают карты, от любовного треугольника вы отказываться пока не намерены. И, соответственно, выходить из этих связей тоже. Если же у вас стабильные связи, то есть вы встречаетесь, вы сожительствуете или у вас семья и брак, повторюсь, то здесь это акцент идет, где взять деньги на реализацию всего задуманного. И на помощь близким, родственникам, и на какие-то свои удовольствия. Потому что, как показывают карты, здесь наполеоновские планы. Особенно новое начало путешествия, новые цели и задачи. Только вопрос в том, где нам все это взять деньги. Видите, девятка Пентакли, здесь все-таки как нехватка ресурсов. Ну и будете в какой-то степени частично сокрушаться от того, что много тратите на удовольствие. Как, знаете, отрывать от себя. Но, тем не менее, для вас это необходимо. Если эти арканы смотреть с точки зрения работы и заработка, и вы, например, на текущий момент не работаете, то это, знаете, как сами работать в рамках этой недели вы не будете. Это рассчитывать на помощь, на дотацию, поддержку со стороны ваших близких. И если же вы в статусе соискателя, то по королю Пентакли, опять же, это поддержка со стороны кого-то из родственников. Но трудоустройства здесь нет. Об этом говорит и ключевая у вас пятерка Пентакли. То есть это будет неделя безработицы, отдыха. Возможно, вы будете еще восстанавливаться. И уже к осени готовиться именно для трудоустройства. Если на текущем этапе вы наемный сотрудник, то здесь, как показывает аркан влюбленные, это желание отойти от дел. Отпуск, отдых, потому что даже дно колодового стройка кубков, это, знаете, желание праздного образа жизни. Да и в целом, как показывает карта, это как получить деньги, распрощаться с коллективом на радостной ноте, и пятерка Пентакли нет, а не работать. Видите? Ну, то есть как период отпуска и восстановления. И если же у вас свой собственный бизнес, то здесь по аркану мир, который у вас ложится, отпуск, переезд. То есть не то, что у вас деятельность застопорилась. Вы здесь как-то не особо участвуете. Но здесь почему-то будет акцент на развитии интернет-площадок, на, знаете, как вывести ваш бизнес на какой-то международный уровень. Новые планы, новые цели, новые проекты, которые вы будете не только вынашивать, но и внедрять. И если же смотреть ваши карты с точки зрения состояния здоровья, то здесь истощение психоэмоциональное, физическое, когда вам нужен отдых, нужно восполнение. Почему? Потому что четверка Пентакли говорит, я хочу сохранить ресурсы, наполни меня чем-то. То есть это акцент и на укрепление иммунитета, это акцент, в принципе, на отдых, на эмоциональную и энергетическую перезагрузку, на все то, что вам на текущий момент необходимо и так не хватает. Но давайте смотреть, что у вас здесь проходит в негативе, какова здесь ситуация. Паш Пентакли, шестерка Жезлов, Жрица. То есть карты, которые здесь говорят о том, что нехватка ресурсов на поездки, потому что здесь хочется либо какой-то более длительный отдых, либо более дорогой статусный. Плюс, помимо всего прочего, здесь могут быть незапланированы траты на детей. И это, знаете, как доход, который у вас может быть, но который вы не хотите показывать, декларировать, либо легализовать. Знаете, как это правильно сказать? Это тоже вас будет стопорить в плане каких-то приобретений. Почему? Потому что вам нужно будет доказывать происхождение вашего дохода. Что здесь еще? Как выбор какого-то более статусного автомобиля, более дорогой поездки. Вы знаете, где взять деньги? Где взять деньги, где найти? Либо еще такой момент, как скрыть свои деньги, чтобы ваши родственники не потратили больше, чем нужно. И совет от Карда. У вас тут туз-пентакли. Все в ваших руках. Время не дело, знаете, как потехе час. Потому что здесь туз-пентакли говорит о том, что чем больше будете отдыхать и восстанавливаться, тем будет больше сил и возможностей для реализации задуманного. И для заработка в том числе, для увеличения дохода. Поэтому деньги придут, занимайтесь собой, восстанавливайтесь, восполняйтесь. И самое главное, тратьте с удовольствием. Это одно из основных правил притока денег. Вы должны это знать и помнить, как никто. И давайте мы с вами посмотрим, проанализируем неожиданность данного периода. Какова у вас здесь будет ситуация? Какие арканы у вас здесь ложатся? Букет, всадник, луна. Замечательные карты. Карты, которые говорят о, знаете, такой приятной поездке, приятном времени препровождения, отдыхе, восстановлении, эмоциональном наполнении, насыщении, поездке на родину, поездке к родственникам, приятные известия от них. Это какие-то подарки, которые вы можете презентовать, либо подарки, которые родственники презентуют вам. В любом случае, это какие-то приятные минуты и моменты, которые вас искренне порадуют. Потому что данные арканы, они всегда сулят приятную новость. Могут быть даже новые связи, новый человек, который войдет в вашу жизнь. Зачастую эти карты указывают на получение ценных посылок, денежных переводов, приглашений, потому что здесь принц идет в предвкушение радости. Для девушек иногда это очень привлекательный молодой любовник, либо по картам это доброжелательный гость в вашем доме. Потому что здесь, знаете, как прибытие гостей с подарками, так и ваше какое-то отправление к родственникам, близким. Потому что Луна у нас, Луна указывает все-таки на родственные связи. Это могут быть ваши поездки на родину, к близким, и желание их одаривать, дарить им какие-то приятные моменты, какие-то сюрпризы. Кстати, это может быть поездка вечером, ночью, выезжать ночью, либо вечером кто-то вам приедет в гости. Очень часто это указание на получение важного известия от бабушки, от пожилой вашей родственницы. Ну и в принципе, как показывают карты, это как встреча родственников. Поэтому здесь вот такие замечательные карты. Поэтому пусть неделя вас действительно порадует благоприятными моментами, искренними, радостными. Ну а мы закроем вам все негативные аспекты позитивными, чтобы вот то, чего у вас нет, вашей жизни восполнилось и ваша жизнь вошло. Поэтому если сейчас вы сетуете на нехватку ресурсов, то пусть они у вас появятся для достижения радости и полноты жизни. Вот такой для вас выходит расклад на эту неделю. Буду по прошествии времени ждать от вас комментариев, вашей обратной связи. Поэтому пишите, оставляйте весточку, ставьте комментарии, подписывайтесь на канал. Для тех же, кого интересуют вопросы обучения на картах Таро, либо вопросы индивидуальных консультаций, то ссылки на мои контакты вы традиционно можете дойти по любым из моих видео, либо в шапке YouTube канала. Я вас искренне благодарю за просмотр. Пусть неделя для вас будет крайне продуктивной. И до новых встреч!